Всем привет, уважаемые подписчики! Рад вас приветствовать на канале KM Review. Меня зовут Константин. Для тех, кто не подписался, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить в дальнейшем интересные видео. Друзья, сегодня у нас сравнение очень интересное. Сравниваем представителя от Apple в лице iPhone 7 Plus, представителя от Tizen в лице Samsung Z3. Наконец-то дождались. Да, флагман от Apple и флагман от Tizen. Флагман. Ну, достаточно слабенький, но тем не менее, самый сильненький из всего, что есть. Потому что на Tizen выпущено три модели. Я не имею ввиду часы, не имею ввиду телевизоры, а имею ввиду именно данный вид устройств. Был Samsung Z1, Samsung Z3, который здесь представлен, и Samsung Z2. И из всех трёх самый сильный герой – это Samsung Z3. Поэтому он будет бороться от лица Tizen. Tizen – это платформа, над которой работает Samsung. Ну, там ещё несколько компаний подключены, в том числе Intel. Друзья, давайте начнём с моего любимого теста по включению аппаратов. Так, они оба выключены. В обоих аппаратах есть симка, сим-карта, чтобы тест был честным. Ну что, запускаем. Тест на включение. Интересно, кто же здесь победит. Друзья, как вы думаете? Поехали. Так, включились практически одновременно. Что же будет дальше? Процессор у iPhone, друзья, A10 Fusion, как вы, наверное, знаете. У Samsung данного процессор Spreadroom. Ну, достаточно такое слабенькое решение. Ну, как оно себя покажет? Друзья, слабенькое решение себя показало удивительно здорово. Честно говоря, не ожидал такого. Это реально, это реально большой успех. Компания Samsung загрузился быстрее, чем iPhone 7 Plus. Друзья, я не могу поверить. Глазам я в шоке. Я, наверное, еще буду дня три от этого шока отходить. Потому что, ну, реально, я ничего не подстраивал. То есть, реально оно так и получается. Вот этот вот, вот этот вот салага, да, этот салага, сделал вот этого гиганта. Я в шоке, друзья, я в шоке. Черт возьми. Не верю, не верю. Да, уж. Так, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Как себя покажет в загрузке страниц тот и иной герой. Ну, давайте, все-таки, в этот раз мы не будем использовать Chrome. Мы использовать будем Safari, браузер родной от представителя Apple. И браузер тоже родной от представителя Tizen. Друзья, на обоих экранах установлена максимальная яркость. У Samsung Z3 экран Super AMOLED. У iPhone 7 Plus IPS матрица. Итак, друзья, давайте попробуем загрузить Яндекс.ру, а точнее его облегченную версию Я.ру. Здесь, в принципе, я думаю, большого ума не надо, чтобы загрузить эти страницы. Но, тем не менее, кто же из этих ребят победит? Смотрите, у них даже клавиатура где-то похожая. Чем-то они похожи. Так, ну что, друзья, даже волнуюсь как-то. Если этот товарищ победит, то я не знаю. Ну, ладно, не будем гадать на кофейной гуще. Поехали. Так, я, честно говоря, не понял, кто из них быстрее загрузился. Давайте что-нибудь посложнее откроем. Давайте обычный Яндекс лучше откроем. Потому что оба товарища как-то слишком быстро загрузились. Поехали. iPhone 7 Plus победил, друзья. Вот так вот, салага. Ишь ты. Нашел на кого замахнуться. Ну, нельзя обижать патриархов. Давайте Mail.ru. По традиции. Ну что, поехали. Ну, здесь победил товарищ, конечно. Ну, облегченную версию он открыл. Z3 Трудяга. Открыл полную версию. Поэтому не считается. Не считается. Давайте попробуем открыть. Что же нам еще открыть? Так, давайте попробуем открыть Rambler. Да, когда-то Rambler был моим самым любимым поисковиком. Сейчас в это с трудом я верю, конечно. Было такое время. Rambler.ru Ну что. Поехали. Ну что. С большим отрывом победил iPhone C+. Друзья, хлопайте в ладоши. Потому что все-таки iPhone не зря является iPhone. Итак, друзья. Ну, в общем-то, оба на самом деле устройства достаточно быстро справляются с этой задачей. Я вот не знаю, есть ли Antutu на Tizen. Конечно, так бы можно было запустить. То есть, Antutu на обоих устройствах. Давайте попробуем посмотреть. Нет, тут максимум, что он какой-то систем-инфо выдает. Ну да, друзья. На Tizen ничего нету. У нас система, она идет сама по себе. Ну, поэтому здесь ну, смысл прогонять. Тут ничего такого нету. Вот. Ну, что касается, друзья, удобства использования. Итак. Ну, как вы сами видите, экран на iPhone 7 Plus гораздо больше. Его размер составляет 5,5 дюймов. Разрешение Full HD. У его соперника размер экрана, конечно, поменьше. Здесь, как вы видите, 5 дюймов и разрешение HD. У обоих аппаратов экраны классные. Предпочтение отдам, конечно, я Super AMOLEDу, потому что, ну, люблю я Super AMOLED. Ну, это не значит, что на iPhone 7 Plus плохой экран. Он тоже реально потрясающий. Что касается камеры. Ну, тут, мне кажется, сравнивать не о чем. Потому что в iPhone 7 Plus одна из лучших камер. Двойная. с оптическим зумом и сравнивать ее с камерой 8-ми мегапиксельной, которая установлена в Tizen, но смысла большого нет. Одно скажу, что, в принципе, камера для тех характеристик, которые она имеет, у Samsung достаточно неплохая. И, по сути, она может заменить мыльницу. Ну, Samsung здесь использует свою, опять же, фишку, которую используют и во флагманах. Это двукратное нажатие и запускается камера. То есть, камера здесь, друзья, на самом деле хорошая. Но сравнивать ее с iPhone смысла нет. Она не такая быстрая. Ну, здесь есть автофокус. И снимки получаются очень приличные. даже более чем. Что касается автономной работы, отмечу, что у представителя от iOS аккумулятора на 2900 мАч, у представителя от Tizen аккумулятора на 2600 мАч. И по автономности они примерно, если их одинаково использовать, одинаково нагружать, да, опять же, вопрос, можно ли нагрузить этот аппарат так же, как можно этот, но это уже другой вопрос. Тут примерно одинаково. Там плюс-минус автономность у них одинаковая, но у представителя Tizen есть фишечки. у него есть режим Ultra Power Saving Mode, при котором, вот как видите, до 8 дней, давайте его запустим, вот режим, этот экран у нас станет таким чернобелым, функциональный аппарат уже не будет таким крутым, но тем не менее, здесь до 8 дней автономность увеличивается. Видите, 7,8. Опять же, друзья, нам будет доступен WhatsApp, контакты, сообщения, интернет-браузер, в общем, всем самым необходимым пользоваться сможем. Вот, и, в общем-то, здесь, конечно, аппарат от Tizen может дать фору аппарату от IOS. и плюс системы Tizen, я уже об этом говорил, что в ней отсутствуют какие-то, она очень простая система, по сути, дело, скажем так, доработанная Bada, да, у Samsung была система Bada, которую он похоронил, а потом, в общем-то, взял ее чудесным способом, оживил и сделал из нее Tizen. И, в общем-то, в этой системе отсутствуют какие-то фоновые скрытые процессы, которые есть в Android, которые есть в IOS. И, в общем-то, с этой точки зрения система достаточно безопасная. Ну, и к тому же, пользователей Tizen, ну, не считая, наверное, телевизоров и смарт-часов, ну, достаточно мало, да. Точнее, их достаточно много, но это всего несколько стран, это Индия, Бангладеш, там, некоторые страны африканские, то есть, для них Samsung делает аппараты на этой системе. То есть, для Европы, для США, конечно же, такого нет. Ну, и, соответственно, людям, то есть, в принципе, смысла нет писать вирусы под эту систему. Хотя, вот, недавно новости посмотрел, нашли, то есть, дыры в Tizen, да, то есть, нашли уязвимые места, вот, но, опять же, она не настолько популярная, чтобы что-то сейчас принимать и что-то как-то с ней сделать. Ну, да ладно, друзья, давайте попробуем запустить какую-нибудь игрушку. То есть, там и там мы-то запустим. Вот, Temple Run 2 здесь запустим, и здесь. Давайте тоже Temple Run 2, чтобы все было по-честному. Итак, друзья, запускаем и там, и там Temple Run 2. Поехали. Ну, на айфоне, конечно, в разы быстрее загрузилось. Чувствуется, чувствуется опытный товарищ, чувствуется мощный товарищ. причем отрыв достаточно такой весомый, большой. Большой. Субтитры создавал DimaTorzok в общем-то, видно, что прорисовка на айфоне лучше, и для игр, конечно, айфон будет лучше. Но, друзья, не забываем про стоимость. Если айфон 7 плюс стоит, грубо говоря, тысячу долларов, то Samsung Z3 стоит, грубо говоря, 150 долларов. То есть, разница существенная. То есть, по сути, мы можем купить за стоимость айфона 7 плюс на 6 таких аппаратов и, в общем-то, использовать по своему назначению. Друзья, у меня не стоит задача сказать, какой аппарат купить. Естественно, если у вас здесь деньги, покупайте айфон 7 плюс. Если у вас бюджет уграничен, то Z3 достаточно интересный аппарат для знакомства с новой операционной системой, если только так. На самом деле, использовать его пока система сыровата. То есть, покупать Z3 можно только в том случае, если вы хотите познакомиться с этой системой. То есть, погонять ее, посмотреть, что она может. Она достаточно удобна, у нее есть свои плюсы, она легкая, как я уже сказал. Система развивается, то есть, я не думаю, что с ней произойдет то же самое, что произошло с БАДой. Очень много телевизоров сейчас выпускает Samsung на Тайзен. Всяких фишек много выпускает. Ну и дай бог, что смартфоны на Тайзен тоже войдут в обиход и будут так же популярны, как на iOS и на Android. И надеюсь, что мое видео вам помогло узнать что-то новое. Если это так, то я очень рад. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там я буду сейчас очень часто всякие опросы проводить. Мне это интересно. И подписывайтесь на Инстаграм фотографии периодически когда новое заливаю. Всего доброго, друзья. До новых встреч.